Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Друзья, CoinGecko выпустили очень крутой отчет, что происходит с криптой. И наш коллега CoinBureau сделал видео об этом на своем английском канале. Уже 134 тысячи просмотров за 2 дня. Мы перевели его специально для вас и сейчас посмотрим. Это очень важный обзор. Поэтому обязательно оставайтесь с нами, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, а также на CoinBureau, если вы не подписаны на него. Погнали! Но перед тем, как мы начнем, я хочу поздравить всех трейдеров, кто участвует с нами на WSOT, крупнейшем соревновании на Bybit. Поздравляю с профитом всех тех, кто торговал вчера аудио и биткоин кэшем. Я сам вчера в прямом эфире очень круто лонганул аудио и разгрузил здесь часть позиции. Вот сейчас, обратите внимание, он похоже, что возвращается, кстати, к своей локальной трендовой, где можно пробовать аккуратно покупать снова и ждать рост. Но дисклеймер не финансовый совет, друзья. Ссылка на соревнования в описании. Аудио откатился, зато биточек пошел наверх и уверенно штурмует уже 29 900. И вот я думаю, что пока я буду делать это видео, скорее всего, он пробьет 30 тысяч. Напишите в комментариях, цена выше 30 тысяч или ниже, когда вы это смотрите. И давайте перейдем к, собственно, главной теме выпуска. Это отчет от CoinGecko. Ребята, что происходит с криптой? Погнали! Итак, CoinGecko выпустил отчет с детальным обзором и происходящими событиями в криптомире за второй квартал 2023. Кто не в курсе, CoinGecko — это основной, помимо CoinMarketCap, ресурс для аналитики и обзора цен по всем криптоактивам. Но какие самые главные выводы в этом отчете мы с вами можем почерпнуть? В самом начале основатели CoinGecko говорят об успешном запуске апгрейда Шапелла и о том, как стекинг эфира стал ключевым элементом в DeFi-экосистеме, который все ждали годы. Основатели также упоминают судебные иски против двух топовых бирж — Binance и Coinbase, что привело к падению цен на крипто. Но не забывайте, как только все настроились на то, что капитализация рынка упадет ниже 1 триллиона долларов, крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock подала заявку на Bitcoin Spot ETF, что удержало цены на крипто и сподвигло других институциональных участников последовать за ней. Итак, крипторынок вернул свою капитализацию, которая была на начало второго квартала, и приблизился к отметке 1,24 триллиона долларов. Но что интересно, при этом торговый объем сократился на 42% в отношении к первому кварталу, достигнув минимума с 2019 года. В отчете не указываются причины такого падения, но другие участники рынка говорят, что причина в уходе с рынка США трейдеров из-за усилившегося преследования регуляторов. Что же касается стейблкоинов, то их капитализация во втором квартале упала на 3,5%. Стейблкоин USDT увеличил свою капитализацию до 66%, в то время как следующий за ним топ-3 стейблкоина, USDC, DAI и BUSD, упали в капитализации на двузначные процентные пункты. Падение BUSD было в основном вызвано претензиями SEC, PAXUS, что по сути привело к изъятию из рынка более 3 миллиардов долларов. Капитализация TUSD взлетела на 50% после того, как Binance выпустила около миллиарда монет. Далее динамику показателей крипторынка сравнили с фондовыми рынками, используя индекс S&P 500 как основу. Этот индекс вырос, в то время как капитализация крипторынка осталась горизонтальной. При этом биткоин обогнал показатели общего крипторынка, показав рост в 7,3%. При этом индекс S&P немного обогнал биткоин, достигнув роста во втором квартале на уровне 7,9%. Но рост цены биткоина также связан с продолжающимся ростом популярности нового протокола Ordinals, а также запуска токенов BRC20. В первый раз за многие годы взрывной спрос на блочное пространство, вызванное ростом популярности протокола Ordinals, подняло комиссии за транзакции и вызвало большее вознаграждение майнеров именно за транзакции, нежели само вознаграждение за майнинг блока. Последний раз такая ситуация была во время пика рынка в 2017 году. Эфир во втором квартале вырос на 6%, немного меньше, чем биткоин, который показал 6,9% роста. При этом все равно значительно выше, чем остальной крипторынок. В отчете говорится, что апрельский апгрейд Шапелла не вызвал повального вывода монет ранних стейкеров и волно распродаж, как многие ожидали. Наоборот, цена эфира выросла выше 20 тысяч впервые в 2023 году. Важно отметить, что в отчете упоминается достижение в области доказательства с нулевым разглашением Zero Knowledge. ZekiaSync, StatNet и Polygon все активно ведут работы, имеющие гигантский потенциал для эфира. Для DeFi второй квартал стал красным. Доля в глобальной капитализации упала до 3,9%. При этом сеть эфир остается лидером и сейчас содержит около 70% общего объема заблокированных токенов. Tron обеспечил себе второе место, а сеть Binance Smart Chain упала на значительные 30%. Таким образом, общее падение рынка DeFi за второй квартал упало на 17%. При этом второй квартал стал зеленым для ликвидности межсетевых мостов. Причиной этого стал запуск новых сетей, а также ожидаемые аэрдропы, что в итоге стало причиной роста ликвидности на начало второго квартала на 4,4%. Что же касается рынка NFT, то объем торгов во втором квартале упал на 35%, несмотря на происходящий хайп вокруг Bitcoin Ordinals. Объемы торгов NFT на сети Solana упали на невероятные 78%. При этом сеть эфира удерживает свою долю рынка NFT на уровне 83%. Что касается торговых площадок, то Blur является лидером с долей рынков 71%, в то время как OpenSea продолжила падение с 33% до 23% во втором квартале. Как мы говорили ранее, есть ощущение, что причина падения OpenSea в меньшей степени из-за конкуренции и в большей из-за противоречивых действий, которые платформа недавно сделала, такие как заморозка NFT и блокировка пользователей из санкционных стран. Следует отметить, что за 2023 год доля рынка централизованных бирж сохранялась на протяжении всего года. При этом в целом торговый объем сократился на 11,6%. При этом важно заметить, что было небольшое, около 5% увеличения открытого интереса по топ-10 централизованных бирж. При этом в отчете также отмечают, что открытый интерес на бессрочных централизованных биржах примерно в 40 раз больше, чем открытый интерес на децентрализованных биржах. Но что все это значит для нас с вами и какие основные выводы можно сделать? Один из важнейших выводов здесь в том, что, несмотря на падение во втором квартале, это происходило на фоне довольно сильного первого квартала. Если мы укрупним с вами картинку, то она становится значительно красивей. Повсеместно рынки восстановились со своих низов в 2022. На самом деле рынок подпрыгнул с немногим более 0,8 триллиона на конец 2022, примерно до 1,2 триллиона к середине 2023. Биткоин вырос с годового минимума в 15 742 долларов в ноябре до примерно 30 000 долларов. Если мы посмотрим на итог второго квартала с точки зрения годового отчета за 2022 год, то появляются еще несколько выводов. Доля Binance вернулась на уровне второго полугодия 2022. Биржа вернула значительную долю рынка в конце 2022 и начало 2023, после краха FTX. Зима для NFT, которая началась примерно в июне 2022, немного спала в начале 2023. И даже несмотря на небольшое падение, мы остаемся выше уровня второго полугодия 2022 года. Платформа Blur стала номером один в рынке, что особенно впечатляет, так как она запустилась всего лишь в октябре. И в заключении, Биткоин показал худшие результаты. Среди крупнейших активов в 2022-м стал лучшим в первом квартале 2023-го и номером три во втором квартале 2023-го. Поэтому, несмотря на ощущение присутствия медвежьего рынка, ожидания и рядом не стояли с тем, что может показаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok